Дликочная артерия без изменения репаритации нет. Скорость 0,67 метра в секунду, кредиент 1,84. Ежегодно через областной кардиологический центр проходит около 5 тысяч человек. Полторы тысячи из них отправляются на ортокоронарные исследования сосудов. В этот момент врачи решают вопрос, нуждается ли больной в операции или можно обойтись медикаментозными методами. Вот уже 6 лет, как врачи областного кардиологического центра проводятся настоятельные операции. В первое время их консультировали российские кардиологи. Среди молодежи появляются признаки ищемической болезни сердца. Больные поступают с инфарктом в молодые. За 40 были случаи, когда к нам в отделение мы оперировали тоже пациентов. Начали оперировать не только молодежи, но и очень пожилых. В 16-17 году мы выполнили, пациент поступил в 83 году. В 83 года мы ищем ищемической болезни сердца, перенесли инфаркт миокарда. Мы ему выполнили ортокоронарные исследования. Больную в удовлетворительном состоянии было выписано домой. В год в кардиологическом центре проводится порядка 250 операций на сердце. 45-летний Сергей Гончаров сейчас пошел на поправку. После операции прошла уже неделя. Начал задыхаться, почувствовал боли вроде, вызвал скорую, привезли сюда, обследовали и нашли тромбы. Вырезали, вот сейчас убрали их, мне все. Сделали 29-го операцию. Сейчас вот себя чувствую хорошо. Вообще про наших врачей что думаете? Как здесь? Хорошие врачи здесь, очень хорошие. Персонал хороший, все относятся хорошо, всегда все чисто. Сейчас медики центра научились проводить клапано-сберегающие и клапано-заменяющие операции. Самых сложных больных направляют на лечение в столицу. В год порядка одной тысячи пациентов. В прошлом году мы первый раз выполнили вообще запас в Казахстане по регионам. Из минимального доступа, из мини-торакотомии на работающие сердца шунтирование провели одному пациенту. Пока. И на восходящий отдел аорты, где аневризма, обычно мы раньше их направляли в центр, в республикан в центре. Сейчас уже с прошлого года уже сами начали двигать тоже. Врачи советуют в избежании сердечно-сосудистых осложнений правильно питаться и не забывать о регулярных физических упражнениях. Роман Копняев, Айбулат Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Руссева Суф SB